Всем привет! Сегодня разберем такой момент, какой же чай полезный, какой нужно пить чай. Ведь чай бывает и без кофеина, и с кофеином. Польза чая. Чай обладает комплексным положительным воздействием на организм, оздоравливает его, причем делает это мягко и постепенно. Польза чая. Чай можно пить летом и зимой, сохраняя отличное здоровье. Он делает тело активным и сильным. Чай снимает головную боль, головокружение. Он избавляет от проблем, связанных с хондрой. Чай облегчает дыхание, устраняет проблемы со зрением, усталость снимает, улучшает настроение, справляется с болями в печени. Чай снимает кошмарные сны, снимает жар, укрепляет внутренние органы, помогает от простудных заболеваний, очищает тело постепенно, изгоняет инфекцию. Если брать зеленый чай, листовой, где содержится кофеин, то такой чай менее полезный, чем, например, чай не содержит листья кофеина. Или можно заваливать плоды каких-нибудь цветков, либо плодов шиповника, к примеру. Сюда можно также отнести, снижает артериальное давление. Гипотоникам его пить не следует. Нельзя зеленый чаем увлекаться при острой форме гипотонии, любых заболеваниях в фазе обострения, заболевания, сопровождающие высокой температуры. Также зеленый чай усиливает кислотность желудочного сока, что не желательно при язве желудка и 12-перстной кишки. Также страдающие рематоидом артридом тоже лучше отказаться от этого напитка. Входящий в состав зеленого чая, возбуждающие вещества кофеин, теофилин, теобромин, активно действует на нервную и сердечно-сосудистую систему. Поэтому не стоит увлекаться зеленым чаем, особенно крепким. Людям, страдающие от ахикардии, повышают возбудимость, бессонница. Кроме того, стоит обратить внимание на следующие факторы при употреблении чая. Очень важные. Обжигающий чай. Слишком горячий чай сильно стимулирует горло, пищевод и желудок, а также может обжечь слизистую оболочку рта, что не даст полноценно насладиться чудесным вкусом чая. Температуру чая не должно превышать 50 градусов. И к тому же провоцирует рака кишечника при высокой температуре. Также не стоит употреблять холодный чай. Имеет негативные побочные эффекты, застой холода и скопление мокроты. Крепкий чай. Высокое содержание теина и кофеина в крепким чае может стать причиной головной боли и бессонницы. Долгое время заваливания чая. Если чай заваливает слишком долго, чайные фенол, липиды, эфирные масла начинают самопроизвольно окисляться, что не только лишает чая прозрачности вкусовых, качеств и аромата, но и значительно снижает питательную ценность чая за счет окисления, содержащихся в чайных листьях витаминов С и В, а также других ценных веществ. Многократное заваливание. Количество заварок определяется способом заваривания и качеством чая. При заваривании чая по-европейски, когда каждая заварка настаивается 5-10 минут, обычно после 3-4 заварки в чайных листьях уже мало чего остается. Чай перед едой. Чай, выпитый непосредственно перед едой, ведет к разжижению слюны. Пища начинает казаться безвкусной. Кроме того, может временно снизиться усвоение протеина пищеварительными органами. Следовательно, чай надо пить не позднее, чем за 30 минут до еды. Чай после еды. Мне рекомендуется тоже пить, потому что будет неусвоение пищи. Вчерашний чай. Чай, простоявший сутки, не только теряет витамины, но и из-за высокого содержания протеина и сахаров, становится идеальной питательной средой для бактерий. Начинаю заваривать чай. Пакетик ромашки. Пакетик календулы. Несколько бутонов лепестков граната. Имбирь. Здесь у нас листья блепихи и сами полады. Манго. Манго-листья и кусочки манго. Воды добавляется. Температура желательная 60 градусов. И как раз он за это заварится и немножечко подостынет. И настояться мы даем его минутки 3-4. За это время эфирные масла дадут все свои полезности. Пробуйте этот чаек. Он полезный, витаминный. Всем пока!